Продолжается наша переписка, перепалка с той же самой дамой, ученой. Я не могла написать, сейчас поймать, это важнейший момент, именно железные сенцы выросли дикарями. Ну, кстати, написала. Когда, Слава знает такие, не железом, а небезызвестные садовод. Ну, тут уже далеко ясно, что это железо. А дальше она выкручивается, железом ни при чем. Внимание, существует общее правило, что из семян вырастают дикари. Ну, вот от этого-то можно было отказаться. Ну, хорошо, если это была правда, ну, давайте перевать, а какого хрена все научились, продолжают выращивать это все. Чтобы один из тысячи, помните, цифры были? Чтобы там один из тысячи оказался довольно приличным. Сколько можно в воду ступеталось? Откуда это взялось? Я уже показывал эту, как это называется. Именно вот этот абзац я вам показывал. Выращенных семянцев от скрещивания мы получим, ну, имеется в виду, что деревья привитые, да? А с привитого дерева получили клады. Все, взяли семечку, косточку. И вот получается, что вот таким случаем мы получим самое нестежное количество экземпляров с признаками скрещенных сортов. Остальное большинство будет простыми дичками. Внимание. Извините, повторяюсь. Поняли, откуда все? Вот где надо, там, чтобы не работать, надо просто взять и уже от того врага, лютого врага современной внуки, от Мичулина все-таки вот этого я. Вот. Вот это. И что получается? Ольга Исакова ответила Юрию. Юрий это мой брат, который заступился за деревья, у которых это лишние венки. Вот если бы в каталог было написано, что косточка сортов, это было бы честно. Кстати, невозможно, чтобы взять косточку от сорта, надо этот сорт вырастить с одной единственной косточки. Вот. Уехать куда-нибудь в голую степень, или там место на огромном участке, вот, на какой-то поляне вырастить одно дерево, с него взять косточки, посадить потомков, с него еще взять косточки. Наконец получилось тысячу деревьев. Так. И даже они все будут разные. Понимаете? Даже они. Невозможным. Что Мичурин упоминает? От Тавиза упоминает. Еще что упоминает? Сейчас вам покажу. Потому что это просто безграмотность дико. То, что, чтобы припечатать железовых, что она пишет? Смотрите. Здесь упоминается, так, влияние дорогих предков. Ну, чтобы там долго не искать, упоминается, что родители, дедушка, то есть родители, дедушки и плюс Тавизм. Вот. И это даже случится, если взять одну единственную, чтобы в тысячах случаев повторились качества. И там не повторяться. Все. Это ушло. Все до единого на планете, не на планете, а в наших садах, особенно в наших. Там наука тоже не получится. Хоть и как бы они не пытались. Все не получится. И вот получается, что а вы продаете кости от свободного перекрестного поляний. Как сорта. Я всегда говорю про гибриды. Читать надо. Думать надо. Прежде чем это. Грязью полевать. Обман шерлотанства. Никакого обмана нет. Заранее говорю. От свободного перекрестного пыления будет черти-чо из Бокубати. Но это черти-чо. Они всегда будут культурные, полукультурные. У них будет сочетаться невероятная морозостойкость. Вот. Те, которые будут попроще пойдут на соки, компоты, варенья, джемы. И даже, как у Баулина же, от моего маньчжурца, первого патриарха, сельцы все от него, в трех метрах от этого штамба, собирал их, выкапывал. Вот такие вот. Вот такие вот. Все разные. Все съедобные. Это-то можно было бы. Ну, если есть директор института Мяскова, но это, следите за этим делом-то, раз вы взялись с совету это. Это из дикарей оккультуренных. А с чего вы взяли, что с этих вот абрикосов будут дикари? Вместо 100 грамм человек получит 50, да и что с ним? Он же мне еще должен бутылку коньяков выслать. Так хорошо запечатать, чтобы не разбивать. И выслать мне. Не за то, что я обманул не 100 грамм, а именно 50 получил. Потому что 2 по 50 заменят 1 за 100. По весу. Обман шарматанства. Не передаются сантовые качества, про генеративную дыраль. Целая папка. Вот такая вот пока. Вот такая вот. Сколько там уже сеется. И все культуры. Ни одного случая дикаря, а получается-то что? Не поверила мне существует общее правило. Семенович. Вы понимаете, что вот эта дама, я очень уважаю, она прошла полпути. Она не стала это, дичица. Она читала железу. Она уже какие-то выводы сделала. Она перестраивается на бегу буквально. А те, кто этим не занимается, вот как было 90 лет назад, вот так и получилось. Как мы будем развивать садоводство, если мы вот с ними не закончим? Вот смотрите. Здесь половина от моего запаса этих косочек. Еще сбоку стоят десятки банок. Еще вверху десятки банок. Золотой запас России. Уникальная коллекция. Вы же приговорили, а? Ведь из-за вас-то у меня, может быть, поэтому, ведь вам же верят тоже. На вашем сайте миллион сто тысяч подписчиков. Не на вашем. Вы сами там это, так, в гостях. Но ведь это как звучит? Обман, шарматанство. Не надо покупать уже эту. Ну, вырастут дички. А когда мы садоводство-то поднимем? Ну, это почитайте без меня. Сейчас пойду это. Надо, чтобы все читать очень удобно. Вот это вот наша дама. Это Московский ботанический сад. Ну, еще раз говорю, без фамилии, без имущества. Вот. Еще раз. Пока она впереди планеты всей Ваулен из науки, который взял, повторил мою технологию и мои эти. Вот. За ним идет уже вот эта дама из... Уже хотя бы полпути прошла. Ваулен тут все прошел. Вот. И лет 10-15 не потерял, а наоборот приобрел. Вот. Вот. Тогда давайте вот это читайте, а я сейчас быстро-быстро-быстро-быстро-быстро схожу на кухню. Мне надо пополнить. Как всегда поговорю. Но сейчас еще раз. Все уже давно рассказывал. Сейчас мы касаемся отдельных тем наиболее нужной в стране, скажем так. Так, да, и дальше. Прочитали, надеюсь, без меня. Вот. И каждый раз ко мне, так я прижил и ко мне тоже. Занимайтесь красивыми косичек. Это долгий труд, но другого пути нет. Есть другой путь, есть, есть. Давно уже пройдя нами. Вот. Просто, ну, как сказать-то. Как трудно отказаться от вечных убеждений. Как трудно. И еще важнейший момент, и опять, потому что ее соброзу зацепил, а она что за это, чтобы обязательно искусственный штамм мог. Вот. И вот она опять компромисс. теперь уже компромисс. Уже не то, что нужен штамм. Я обрезаю нижние ветки только тогда, когда они придут полную негодность. Так вот, здесь не написано, но никто, никогда, кроме меня, и по-моему, это еще будет лет 50, не написал. Оставляйте сучки, это и будет защита дерева от ветки сухой, просто укороченной. Оставляйте сучки, сучки оставляйте, оставляйте сучки вот эти. Не делайте рану вот тут вот. А про это не слово. А написать укорачиваю как железу. Согласен. Это когда укорачивает. Так. А когда обрезание нижней ветки, вот она бы написала оставляя сучки, тогда бы это. Ну хорошо. Это поняли про сучки. Нельзя делать рану на кольцо. Я уверяю, что у нее вот это продолжается. То есть раз я не упомянула ни разу, значит наверное ты режешь на кольцо. Вот. Может быть следующий раз если прочешь, ты что-то будешь писать, доклады делать, рефераты, ты уже будешь писать. Сучки. Убедиться в этом несложно. Есть несколько лет правда надо. Ну я убедился на соте этих на тысячах уже обрезать на кольцо или обрезать это. причем поговорим. И вот теперь укорачивание, вот здесь вы прошли путь до конца. Заметьте, вы меня знаете, укорачивание как и железо. В первую очередь это стану вертикальный проводник и те боковые мощи поддержки, которые потом станут скелетами. Вот что касается вот это в верхней части обрезок при посадке. она это имеет ввиду. Тут ей цены нет. Значит авторитетов, которая сказала укорачиваю основой вертикальный проводник. Я надеюсь речь о при посадке. Только при посадке. Дальше. Видите как приходит уточня. И вдруг раз только было за здравие. Только я хотел поцеловать. Небольшой штамм должен быть. Как это может быть? Значит надо получается верхний нижний отрезать. Пусть небольшой. Но у меня многие абрикосы и не только абрикосы растут аж под самой землей. Сколько я кино показал. Я уже сделал не соти тысячи фотографий. Еще одно потом. Доставьте в их покое даже этой. Зачем вам этот штаб нужен? Мы в основном работаем с привитым и об этом тоже где-то в другом месте есть. С привитыми деревьями. Вот как у Мичулина. Да, у него слово привитые вспоминается. Вот. Ну тогда получается, что почка, вот боковая ветка, вот тут посечка, которая никогда не претендовала быть одной из сотни, одной из двадцати. Может быть, вдруг мы эту почку взяли, привили на сенец, выпрямили, чем насильно, а выпрямили, он же садарует бок. А мы рядом колды выпрямились насильно. И вот он стал. Так у него ветки-то не так, и вторая ходит сюда, и третья ходит сюда, и только четвертая туда. И тут начинается стрижка парикмахерская. Вот. И обязательно вот ему надо делать штампы, а ему нету у него штампа. У сенца есть штампа. Генетически заложен, но он должен быть всегда выше уровня. Это мой посылат. Мой. Ну все равно надо мне верить. Вот. Он где миллионы лет была высота травы, допустим, 40 сантиметров, и штамп у сенца были 40. А здесь-то прививаем по железу у самой земли. И почка тут же пошла куда хочет, потому что это не сенец, это прививка одной из десятков или сотен почек, взятых сбоку. И вот этот вот небольшой штамп осталось чуть-чуть, и вы будете наши. Что небольшого штампа не должно быть. КОНЕЦ Продолжение следует...